И еще один сюжет, который я хотел в этой связи вам рассказать, это, собственно, какая динамика налогов была в 2018 году. Мы знаем, что налоги растут все время. Даже если не растут ставки, но власти предпринимают какие-то дополнительные усилия, чтобы сильнее выжимать эти налоги из граждан, из предпринимателей. И довольно серьезно растет собираемость этих налогов. Так вот, мы просто посчитали, сколько примерно составил рост основных налогов, которые платят наши граждане. Давайте вот эту картинку покажем, это номер 12. Больше всего, вот это очень интересная история, вырос так называемый утилизационный сбор. Вот не путайте его со сбором мусора. Сейчас в связи с так называемой мусорной реформой, этим словом начали обозначать сбор за вывоз мусора, который вот вводится с 1 января. Но это другое. Утилизационный сбор, который вы здесь видите, это сбор, который берется с транспортных средств, с автомобилей, с грузовиков. Потому что считается, что это в принципе такой наш ответ ВТО, да, то есть мы пошлины ввозные снизили, но теперь берем со всех ввозных автомобилей и легковых, и грузовых, и другой техники, мы берем вперед деньги за то, чтобы их потом утилизировать. Вот поэтому это называется утилизационным сбором. Тянет это довольно на много, то есть весит он прилично. Сборы составляют по утилизационному сбору больше 260 миллиардов рублей в год. Это, например, больше, чем сборы по налогу на имущество физлиц. Вы это платите все в составе тех, кто покупает автомобили, и на самом деле любые другие товары и услуги, потому что для них нужны грузовики, для строительства нужна техника или каких-то других монтажных работ. В основном это все импортируется, на это платится утилизационный сбор. И вот, например, покажите картинку номер 13. Это как раз когда очень сильно повысили, мы здесь в передаче про это рассказывали, да, но когда вот этот утилизационный сбор на транспортные средства в прошлом году очень сильно повысили, было много разговоров о том, что это будет способствовать росту цен на автомобили. А посредованно для грузового, например, транспорта и для строительной техники в рост цен на товары и услуги это транслируется, потому что это все так или иначе потом отразится на цене, да. Так вот, это был самый быстрорастущий налог по собираемости в прошлом году, почти 30% был рост, но не только, давайте еще раз вернемся на график номер 12, действительно очень серьезно выросли сборы по налогу на имущество физлиц, они устанавливаются региональными ставками и в целом эту картину можно оценить, вот получив только такой годовой отчет федерального казначейства, как тот, который мы с вами обсуждаем. Кстати, вот когда Минэкономразвитие объяснял падение реальных доходов населения, мы вам это объясняли в прошлых передачах, то вот они прямо сказали, что рост налогов, в том числе налога на имущество физлиц, это фактор, который сильно тянет реальные доходы вниз, потому что реальные доходы считаются за вычетом вот этих всех налогов и обязательных платежей. Ну и другие налоги довольно сильно росли, гораздо быстрее, чем доходы россиян. Вот я, в принципе, хотел это сравнить на одной картинке, это картинка номер 16, да. Вот посмотрите, это в целом, насколько выросли вот те налоги, которые мы платим либо на свою зарплату, либо в составе товаров и услуг, в целом их собираемость выросла на 12% в прошлом году. То есть это рост налоговой нагрузки на нас всех, при том, что реальные доходы россиян снизились на 0,4%, то есть власть экономического роста и возможности заработать больше нам не дает, но больше денег у нас забирает. Это такая довольно очевидная штука, которую вот мы сейчас проверили на цифрах. Пятнадцатая картинка, которая меня беспокоит очень сильно, это резкий рост налоговой нагрузки на малый бизнес, потому что вот эти так называемые налоги на совокупный доход, все, что вот бизнес-мелочевка платит, там УСН, единый налог на вмененный доход, сельхозналог, торговый сбор, вот это все в совокупности выросло больше, чем на 16% по собираемости в прошлом году. При том, что рост выручки малого бизнеса был всего 3%. Это вот пока последние данные за 9 месяцев, но вряд ли это сильно изменилось по итогам по году. В любом случае колоссальный разрыв, более чем в 5 раз с малого бизнеса собирали больше налогов в прошлом году, чем выросл его оборот. Ну это просто говорит о том, что его довольно быстро убивают, потому что маржа там низкая, зарабатывают они мало. И что значит увеличить налоговые платежи на 16% при отсутствии роста оборота, это значит надо закрываться. Я думаю, что продолжение, к сожалению, вот такой политики, оно за собой повлечет довольно сильное схлопывание малого предпринимательства. Вы видите, что, к сожалению, нагрузка на малый бизнес очень сильно растет. Кстати, почитайте президентскую программу Алексея Навального на сайте 2018navalney.com Снижение налогов, и в том числе на малый бизнес, это ключевое программное направление, которое Навальный всегда отстаивал. И, собственно, то, что его не допустили до президентских выборов и переназначили Путин на новый срок, мы предупреждали вас, что если будет президентом Навальный, то налоги будут снижаться, а если Путин, то налоги будут расти. Вот они и растут, намного опережая доходы. Государство просто тупо забирает у вас больше денег, вы видите, как это происходит. Еще одна такая неприятная новость, если говорить о международных сопоставлениях, то вот есть такой ежегодный доклад, который выпускает Pricewaterhouse и Всемирный банк. Он называется Paying Texas, уплачивая налоги. И вот доклад, который, скриншот обложки вы видите на экране, Paying Texas 2019, он сообщил нам такую неприятную вещь, что Россия переместилась на восьмое место в мире. Вы знаете, что мы везде там по коррупции, по здоровью, по дорогам, мы на каких-то сотых, и где-то вообще там в одном месте находимся, а здесь мы на восьмом месте в мире по величине налоговой нагрузки на фонды оплаты труда, Labor Tax. Плохая новость еще в чем? Что два года назад, вот когда мы запустили программу «Где деньги?» только в одном из первых выпусков, мы вам эти графики давали и говорили, что Россия находится на десятом месте по размеру налоговой нагрузки на фонды оплаты труда. Но сейчас мы переместились на восьмое. Вот где-то мы растем, да? Не в плане состояния здоровья населения, роста зарплат, улучшения благосостояния, там, дорожной инфраструктуры, больниц, там, школ. Не, вот мы растем не здесь. Мы растем с точки зрения величины нагрузки на фонды оплаты труда. И знаете, какая страна, которая была нас выше два года назад, а сейчас опустилась вниз, обошла в этом плане, и там сейчас налоговая нагрузка на труд сильно ниже. Украина. Украина, благодаря налоговой реформе, снизила налоговую нагрузку на фонды оплаты труда примерно на 30% по сравнению с уровнем двухлетней давности. Это, кстати, я считаю, что они понизили налоги на труд недостаточно, и надо было больше повышать, но им МВФ мешает это делать. Но это все-таки такой важный шаг, который предпринимателям все-таки может придать уверенности и дать понять, что государство настроено все-таки серьезно для того, чтобы привлекать инвесторов и снимать вот эти вот барьеры, в частности, дикие ставки налогов на труд, которые мешают нанимать людей и платить нормальную зарплату. Но в России налоги на труд одни из самых высоких в мире. Мы продолжаем расти в этом мировом рейтинге, к сожалению, хотя Алексей Навальный как раз и предлагал в своей президентской программе страховые взносы на фонды оплаты труда снизить как минимум вдвое, потому что есть другие источники формирования доходов для пенсионного фонда, например, доходы от наших государственных компаний, которые сегодня крысятся неизвестно куда. Редактор субтитров А.Семкин